Всем привет! С вами Вова Лунов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы опять вспомним о большом брате, который следит за нами и поговорим о том, как использовать его энергию в мирных целях. Пока мирных. Вообще это конечно страшно, что где-то стоит куча железок, которые анализируют каждый наш шаг, наши лайки, наши интересы, локации и алгоритмы анализа все улучшаются. Пока это несет нам лишь пользу. Коммерческую пользу и вот о ней мы и поговорим. О пользе, которую несет нам Pixel Facebook. Pixel Facebook оптимизирует показ рекламных объявлений на Facebook. А значит для того, чтобы он заработал, нам нужно создать рекламный аккаунт. Создать рекламу. Какова цель компании? Цели могут быть разными, мы выберем конверсии. Страна, валюта, часовой пояс. Создаем Pixel. Все, Pixel создан. Удивительно просто, но это только начало. У нас есть базовый код Pixel. Он уже сгенерирован. Если нажать на подтвердить Pixel, скопировать и вставить код, мы его найдем. Делаем Ctrl-C и идем на наш сайт. Теперь ваша задача вставить этот код между тегами head. Если у вас сайт на WordPress, это нужно делать здесь. Вот теги head. Между ними уже есть какой-то скрипт. Делаем отступ, вставляем скрипт Pixel. Обновить. Все. Pixel установлен. Теперь по прошествии какого-то времени Facebook начнет понимать, кто, когда и откуда заходил на вашу страницу. Соответственно, теперь вы уже можете настраивать аудитории по вашим рекламным объявлениям. То есть таргетировать их по узким критериям. Но изначально-то мы хотели отслеживать конверсии, то есть определенные действия в нашей рекламной кампании. И вот для этого нам нужно немного усовершенствовать наш Pixel. А именно добавить к скрипту еще один параметр. Но для этого давайте уж закончим процедуру предварительной настройки и перейдем в Ads Manager. Начинаем с события конверсии. Что нас интересует? Например, покупка, то есть окончание оформления товара. Далее заполняем все поля. Я сейчас этого делать не буду, поскольку разбирать, как настраивается рекламная кампания в Facebook, эта тема совсем другая. Это долго и сложно, и мы увязнем. Тут настраивается таргетинг. Кому показывать, кому не показывать ваше объявление. Таргетинг может быть достаточно узким. Вам, естественно, все это нужно заполнять тщательно, поскольку конечным пунктом этой процедуры будет замечательное окошко, где вам предложат ввести данные кредитки и запросят денег. Денег придется перевести, а поэтому перед настройкой рекламной кампании изучите, как это делается правильно. А вот, кстати, и окошко. Сейчас я его заполню, переведу денег и Facebook перекинет нас вот сюда. Уже VATS Manager. Вот она, только что созданная нами кампания. Тут наше объявление. Тут можно редактировать объявления, добавлять новые, дублировать кампанию. Ну, вообще много всего, да оно и понятно. Дело это касается денег. Но не это нас сейчас интересует, а интересует нас пиксель Facebook, поскольку, собственно, реклама вокруг него и крутится. Чтобы посмотреть, как поживают пиксели, идем сюда. Все инструменты, ресурсы пикселей. Вот он. Если вы правильно установили код и с этого момента прошло от 10 минут до 4 часов, у вас должна появиться такая картинка. Пиксель начал работать. Сейчас он показывает, сколько человек перешло на ваш сайт, но не по объявлению, а вообще тех, кто авторизован в Facebook. То есть пиксель уже начал собирать информацию о ваших посетителях. А если он знает, какой именно посетитель Facebook перешел на вашу страницу, значит он знает о человеке почти все. Что лайкает, что читает, куда ходит, все. И теперь, наблюдая за поведением этого человека на сайте, сравнивая его с другими посетителями, выявляя что-то общее, эта хитрая машина будет знать, кому подсовывать ваше объявление, чтобы увеличивать трафик или конверсии. Собственно, к конверсии мы и перейдем. Это последнее, о чем я успею сказать. Для того, чтобы отслеживать конверсии, нам нужно изменить наш код. Для этого идем сюда. Создать конверсию. Стандартные события. Пиксель предлагает нам 9 стандартных событий. Например, добавление товаров в корзину или отслеживать начало оформления заказа. Мы делаем рекламную кампанию под покупку товара. А значит, purchase. Нам нужно скопировать эту часть кода и вставить его на целевую страницу. То есть правило. Общий код пикселя должен стоять на всех страницах. Код события только на одной, связанной непосредственно с событием. Если говорить о покупке, это страница, следующая за оформлением заказа. Ну, то есть спасибо или что там обычно пишут. Предположим, что это она. Тогда код вставляется здесь. Перед закрывающим тегом скрипт после page view. Ну, это если предположить. А на самом деле в WordPress вставить код в хэд отдельной страницы может только программист. И это отдельная тема. И вообще, пиксель очень непростая вещь. И то, что я рассказал, это лишь вершина айсберга. Скорее, это просто общая информация для того, чтобы вы знали, что он существует и открывает очень много дополнительных возможностей. Ведь он знает о пользователях все. И активно совершенствует алгоритмы использования этой информации. Полезно? Безусловно. Экономит рекламный бюджет, увеличивает конверсии. Страшно? Мне да. Телеги, которые везут хлеб человечеству в прошлом. Сегодня это уже бульдозеры. Когда-то ведь они развернутся и поедут в другую сторону. Все, любите друг друга, побольше бывайте на свежем воздухе, вне зоны действия сети. А в перерыве между прогулками подпишитесь на наш канал и напишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.